Привет! Сегодня ты ненадолго почувствуешь себя Алисой в стране чудес или Гулливером. В этой подборке только самые крошечные миниатюры, которые нам только удалось найти. Мини-арбалет, съедобный хэппи-мил размером с ноготь и самый маленький в мире телефон. Поехали! Пока одни мечтают о маке последней модели, другие готовы отдать целое состояние за... Миниатюру игрового PC. Она не только потрясно выглядит, ее еще и можно куда угодно взять с собой. СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ Думаешь, нет ничего более залипательного, чем АСМР-ролики со слаймом и поп-итом? Да ты просто никогда не видел видео, где всякие умельцы готовят крошечную еду. Здесь тебе и вечеринка с мини-коктейлями, и хэппи-мил из Макдональдса, и хот-доги с хрустящим беконом. И это все из настоящих продуктов. Никакого полимерного пластика. Приверженцы мини-еды даже умудряются жарить сосиски во фритюре так, чтобы их не спалить, поджаривать тосты в яичной смеси и запекать пиццу. Страшно даже представить, на какие кулинарные шедевры они способны на кухне человеческого размера. Пытаешься следить за питанием, но вдруг очень захотелось чего-нибудь вредного? Кажется, выход есть. Эта порция чипсов как раз отлично подходит для худеющих. Ладно, если серьезно, то съесть их не получится. Такие миниатюры делают из полимерной глины и обычной бумаги. Но выглядит так правдоподобно, что укусить все равно хочется. Правда? И почему крошечное мороженое выглядит даже привлекательнее, чем обычное? Психологи не могут дать на это точного ответа, но предполагают, что миниатюрная еда просто вызывает у нас ностальгию по детству. Куклы, солдатики, все дела. Интересно, а если сделать не только миниатюрную пушку, но и целый арсенал артиллерийского оружия и боевых машин? Получится снять правдоподобные сцены для военного фильма? Судя по этим кадрам, вполне. Оказывается, чтобы смастерить мини-кубик Рубика дома, нужно всего ничего. Картон, скальпель, металлическая спица, краски и много, очень много терпения. Правда, крутиться такая головоломка будет только в одну сторону. Зато отличный способ разыграть друзей. Для того, чтобы стать мастером трюков на доске, можно уже даже не выходить из дома. Ведь не зря существует фингербординг. А если еще и прикупить модные джинсы и кроссовки для пальцев, то вообще будешь выглядеть не хуже Тони Хоука. Кстати, мини-самокаты тоже существуют, и кататься на таких тоже явно проще, чем на настоящих. Тебе не показалось? Этот мини-телек действительно работает. Секрет прост. Внутрь миниатюры просто вставили старый плеер с экранчиком. По идее, на нем можно запускать абсолютно любые файлы, но именно черно-белые кадры старых программ смотрятся особенно аутентично. В чем состоит самая ценная характеристика разведывательного дрона? Ну, конечно, он должен быть максимально незаметным. И этот кроха под грозным названием «Черный шаршень» прекрасно справляется с задачей. Его длина меньше 15 сантиметров, а вес не доходит и до 50 граммов. И при этом на гаджете установлены две видеокамеры с тепловизором и круговым обзором. Просто монстр какой-то! Мечта любого ребенка 90-х — крошечный игровой автомат, который можно носить с собой. Ведь заряжается он от самого обычного USB-входа. Более того, к нему даже можно подключить геймпады и рубиться вдвоем с другом. Все-таки японцы знают толк в самых кавайных и залипательных штуках. Если бы такими картами действительно играли на деньги, то мухлевать было бы ну очень легко. Пока некоторые компании продолжают только увеличивать размеры своих смартфонов, один британский стартап решил пойти по другому пути и создать самый крошечный мобильник в мире. Цена — 40 долларов, а размер — не больше пальца. Между прочим, спрос на такой девайс оказался гигантским. Жаль, бабушке такой точно не подаришь. Такой миниатюрный пистолет можно было бы подарить Кену, и он бы за секунду превратился в настоящего Джеймса Бонда. Если бы не одно «но». Перед тобой настоящее оружие, с которым шутки плохи. Бам! Такие миниатюры делает один мастер из России, который разработал собственную уникальную конструкцию спускового механизма. Стреляет оружие, конечно, холостыми пистонами, что не делает зрелище менее эпичным. Знаешь, какое оригинальное применение можно найти обычной зубочистке? Установить ее вместо стрелы в миниатюрный арбалет. Впрочем, спички тоже отлично подойдут. Длина такого оружия чуть больше 12 сантиметров против почти сотни у обычного. Ну и покалечить кого-то таким крохой, к счастью, будет сложно. Разве что глаза окружающих стоит поберечь. Они точно будут не рады встрече с таким снарядом. Собирать машинки из конструктора Лего – это для школьников. Другое дело взять и собрать миниатюрный двигатель внутреннего сгорания. Да-да, такие легко можно заказать на Алиэкспрессе. Правда, придется отвалить за один такой порядка тысячи баксов. Тем не менее, желающих хоть отбавляй. Кто-то покупает такие наборы просто ради интересного времяпрепровождения. Кому-то хочется поставить такое чудо инженерии на видное место и каждый день им любоваться. Ну а самое главное – правильно собранный двигатель можно установить в разные радиоуправляемые модели. Причем подходит девайс как для машинок, так и для самолетов и кораблей. О чем постоянно мечтает настоящий гитарист? Помимо новой гитары, конечно. Но очевидно же – о мини-копии собственной гитары. Этот умелец из США может не только пилить соло на настоящем инструменте, но и создать его точную миниатюру. Для этого он делает почти все то же самое, что и мастера на обычных гитарных заводах. Выпиливает деку из качественной древесины, полирует лады, устанавливает колки и натягивает струны. Результат от оригинала не отличишь. Жаль только поиграть не получится. Такого крошечного робота ты еще точно не видел. Нет, серьезно. Просто посмотри на его размер по сравнению с монеткой. Эта штуковина настолько крошечная, что человеческому глазу даже сложно ее заметить. В будущем такие мини-гаджеты собираются использовать в медицине для выполнения сверхточных операций и других процедур. Уникальное предложение для всех любителей путешествий. Настольные игры, которые умещаются на человеческой ладони. Можно набить такими весь чемодан и очень весело провести отпуск. Когда друг зовет тебя погулять в парк, ты точно не ожидаешь увидеть что-то типа этого. Больше похоже на обычную клумбу, правда? Тем не менее, перед тобой официально зарегистрированный городской парк под названием Мил Энтс Парк. И расположен он в американском городе Портленд. Более того, это сооружение даже получило местечко в Книге рекордов Гиннеса как самый маленький парк в мире. Площадь скверика меньше половины квадратного метра. Появление столь странного места связано с Днем Святого Патрика, который широко отмечают в англоязычных странах. Создатель Мил Энтс Парка, один местный журналист, утверждает, что однажды увидел на этом месте лепрекона. Загадав для него желание в виде собственного парка, он не уточнил его размер. И в ответ получил вот такой подарочек. Редактор субтитров А.Семкин